Сегодня у нас 20 февраля 2024 год. Вот я нахожусь в гостях у брата Игоря Владимировича Дугунова. У нас нет возможности стряпать хлеб. А брат сам предоставил, говорит, можешь у меня стряпать. Что я делаю в первую очередь? У меня вот такой таз из нержавейки. И в него я наливаю трёхлитровую банку воды. Вот беру банку. Вот она. Наливаю в неё тёплой воды из-под крана. Потом высыпаю дрожжей. Сейчас я вам покажу, каких именно дрожжей. Это, которые мне больше всего нравятся. Как говорят французские дрожжи. Цап момент. Вот сразу их так вот обрезаю. Ножницами сразу три штуки сразу сюда высыпаю. Вот так, вот таким образом. Раз-раз. Высыпал в тёплую воду или заранее засыпал. Три ложки столовых соли. И всё. То есть они с сахаром ничего не кладут больше. Этого достаточно. И потом начинаю подмешивать муки. Но перед этим, перед тем насыпать, когда я делаю опару, я насыпаю белую муку. Примерно с пол ведра у меня уходит 10 литрового красного. Насыпаю всё это, перемешиваю. И вот у меня первый этап теста. Это опара. Ставлю её в духовку. Вот у брата духовка. Вот она. Вот она там внутри. Сейчас вот так же вот. На последнюю решётку ставлю внизу. Этот тазик. Опара поднимается доверху. Потом я опять беру муки. Уже на этот раз беру вот эта ржаная мука у меня ещё. То есть кроме белой ещё ржаную муки туда добавляю. Вот один килограмм. Всё это перемешиваю опять в опаре. А остатки уже опять дополняю белую муку. И вот так вот замешивается у меня. То есть вот я замешал. Даже можно сказать до конца. Я тут не разгладил ничего. Само надо поднимется всё это. Потом перемешается. Разгладится всё. Тесто будет равномерное. Всё. И ставлю в духовку. Вот она у меня поднимается. Когда уже такая шапка будет. Большая. Вот я закладываю формы. Сейчас покажу формы какие. Это вот собачка бегает. Да? Милачка назовут её. Вот такие вот у меня формы. Вот она. Трёх соединённая. То есть как раз в духовку входит. Так вот её ставлю. Таким образом духовку с тестом поднимается. И потом включаю. Сколько я делаю. То есть вот она стоит вверх-вниз. Потом я ставлю температуру 200 и 50 минут. Вот здесь часовая. То есть 50 минут. Всё. 50 минут. Хватает, чтобы из пищи при температуре 200 градусов 3 булки хлеба уходит. И потом сюда вот ставлю. Вот сюда вот. Они здесь у меня остывают. Это стекло специальное, которое не лопается. Ну вот так вот. Ну вот так. А лепёшки уже я стряпаю на чугунных. Чугунно-алюминиево, наверное, скорее всего. Сковородки вот такие большие, крупные. Сюда тоже тесто закладываю. Сперва дно смазываю. И там тоже формы смазываю маслом растительным. Вот, чтобы потом оно хорошо выходило. И для того, чтобы толстые лепёшки получились, надо и дать им время подняться. То есть они у меня почти доверху поднимаются. Ну там 2 третих. Может даже и доверху иногда даю. И после этого только начинаю газ включать. То есть, например, вот у меня здесь лепёшка. Я её ставлю. Вот. И потом включаю на медленный газ. То есть, когда зажигаешь, он быстрый газ. А потом убавляю до конца вниз, чтобы он был на медленный. И так медленно она печётся у меня. Ну не знаю, минут 20-то точно печётся. И только после этого я её переворачиваю. Опять дно смазываю маслом растительным. И переворачиваю. И всё, у меня получается хорошие лепёшки. То есть, они пропекаются. Всё. Только главное за этим смотреть, чтобы не подгорели. То есть, периодически посмотреть. Там подошёл лопаточка. Проверил, насколько она пропеклась. Вот. Ну вот так вот, в принципе, я и стряпаю хлеб. С Божьей помощью. Слава Богу, вот на это у меня уходит несколько часов, чтобы постряпать 6 булок хлеба и 2 лепёшки. Это вот с трёхлитровой банки воды и муки. Где-то с ведра у меня уходит муки 10-литровую. Вот на это вот всё. И получается 6 булок хлеба и 2 лепёшки. Вот так вот, с Божьей помощью. Слава Богу за всё. Аллилуйя.